Ины, 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 и вовеки веков, амень, Представительство христиан непосыдное, Дорога той, что к дворцу не приложает, Не презри грешных молений глаз. Господи помилуй, Не в текущих завершенностях до мирных и безгрешных у Господа просим. Подай, Господи! Ангела, мирно, венна, наставника, странителя, душителя, снашеку Господа просим. Подай, Господи! Христианские кончины, чего-то наше разваление, Сыне, постит и мирный, и доброго ответа на страшных судищах Христове просим. Подай, Господи! Слави себе и друг друга, имей чего-то на притку, Богу в следочем! Теперь, Господи! Идрот, аминь, единородного Сына Твоего, С ним же благословен, исти, и сопристотим, И благим, и животворящим Твоим Духом, И не пресно, и вовеки веков, аминь! Слави себе и Духови Твоему, Отлюбим друг друга, дайте нам и слевы, и спадемы! Отца и Сына и Святаго Духа Троицу, Единосущную и нераздельную верую, О, единого Бога, Отца Вседержителя! Чаю воскресенья небы и жизни будущего веков, аминь! Служба прошла молитвенно, слава Тебе, Господи, слава Тебе! Святитель Иоанн Златову говорит, Пост и молитва – это два крыла, приближающие душу человеческую к Богу. Об этом мы должны чаще помнить, вспоминать и стараться исполнять это для нашего спасения, для нашего очищения. Рад был видеть много казаков на этой божественной службе, поющих, каждый раз приезжая, они поются лучше и лучше и молитвеннее. Спасибо, Господи! Владыка, вспоминаются сегодня слова Парфения, преподобного, который усердно молился, «Господи, живи во мне! Живи во мне, Господи!» Вот так он просил, «Живи, Господи, во мне!» И услышал голос, «Яды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем!» И тогда он понял, что тот, который причащается святых христовых таинств, поистине живет с Богом. Позвольте поздравить вас с этим главным таинством нашей Церкви, со святым причащением. Примите, Владыка, эти цветы, знак нашей любви к вам и благодарности. Благодарю вас сердечно. Спасибо Господу! Всех вас, храни Господь, укрепи и сохраняй дорогов, иди и укрепи. Будьте здоровы и Богом храни.